МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Да, действительно, мир его знает именно таким, каким его показывает официальная хроника. То есть смотрит на президента России чужими глазами. И лишь однажды он подпустил к себе съемочную группу настолько близко, что можно было увидеть его таким, каким его видит и знает только ближний круг. Попробовать то, что он ест на завтрак, узнать, чем он занят, когда несется по Москве в кортеже. Можно было, конечно, оказаться даже ближе, только суровые взгляды охраны заставили отказаться от предложения Путина поплавать в президентском бассейне. Но и без этого за те несколько дней на такой короткой дистанции мне впервые удалось разглядеть настоящего Путина. И сегодня я и мои коллеги, репортеры центрального телевидения, постараемся сделать так, чтобы и вы взглянули на президента без посредников и без купюр. Но обо всем этом буквально через пару минут, а прямо сейчас давайте все-таки свяжемся со студией новостей, чтобы узнать важные события этого дня. Привет, Вадим. Ну, я тогда сразу все расскажу. Сегодня Северная Корея шагнула на полчаса вперед и перешла на единое время с Кореей Южной. Об этом лидеры двух стран договорились на минувшей неделе. Во время исторической встречи на границе Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, перешедшим через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. После переговоров лидеры приняли совместную декларацию о стремлении к полной денуклеаризации корейского полуострова и мирному воссоединению. Еще один исторический саммит должен пройти в ближайшие недели. Дональд Трамп объявил, что уже определены дата и место его встречи с Ким Чен Ыном. Правда, журналистам их не раскрыл. Трамп сообщил, что США с КНДР сейчас ведут чрезвычайно содержательные переговоры, а также похвалил себя за то, что радикально изменил подход к решению корейской проблемы. Очередную группу боевиков вместе с семьями вывезли из зоны деэскалации Восточная Гута в Сирии. Об этом сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон. На этот раз для исламистов открыли пропускной пункт в местечке Бейтсахм. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1042 боевика и членов их семей. Все они на автобусах в сопровождении машин Службы безопасности Сирийской Арабской Республики. Корейц скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо. Тем временем в самой Восточной Гуте полным ходом идет масштабная уборка. Центральные улицы освобожденных городов расчищают от завалов. Бригады ремонтников восстанавливают разбитые дороги. У меня в бригаде 75 человек, 15 грузовиков и 5 экскаваторов с отбойными молотками. Каждый день мы очищаем по 3-4 тысячи квадратных метров. В этом городе работа еще дней на 10. Потом поедем в другой. Часть инженерной техники сирийцы получили от России в качестве гуманитарной помощи. Акция «Бессмертный полк» расширяет границы. Она впервые состоялась в Амстердаме, Генуе и Женеве. Вот кадры как раз оттуда. Шествие решили провести сегодня, потому что 9 мая в Европе рабочий день. Около 200 человек с портретами своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной, прошли по набережной Женевского озера, пели смуглянку и катюшу, фотографировались. У многих на груди были приколоты георгиевские ленточки. Праздник Победы начали отмечать и в Австралии. В Мельбурне пронесли фотографии героев войны по набережной реки Ярра. Прохожим, которые спрашивали, что это за акция, раздавали информационные листовки. В Токио «Бессмертный полк» проходит второй год подряд. Наши соотечественники, работающие в Японии, собираются на территории российской депрессии. Минобороны в преддверии Парада Победы опубликовала на своем сайте вещь, незаменимую не только для тех, кто не особо разбирается в военной технике, но и для тех, кто наоборот следит за обновлением облика вооруженных сил. Заходим на сайт Минобороны, парад2018.mil.ru и видим там подробнейшую схему организации всего того, что будет происходить 9 мая на Красной площади. 13 тысяч человек, 159 единиц техники. Как будет устроено шествие пеших колонн, вплоть до барабанщиков и знаменных групп? В каком составе пойдут колонны механизированные, начиная с легендарной «тридцатьчетверки»? Одним кликом со всей техникой можно познакомиться поближе, будь то премьеры прошлых сезонов, вроде «Танка формата», или идущие с ними в одном расчете машины поддержки танков «Терминатор». Они появляются впервые. То же касается и воздушной части парада. Можно посмотреть все 77 самолетов и вертолетов, которые пролетят над главной площадью страны. Дебютируют пятое поколение российских истребителей, Су-57 и гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Вживую военную технику минувшим вечером и ночью могли наблюдать еще в трех российских городах, где состоялись репетиции парадов. Вот, например, кадры из самого западного российского региона, Калининградской области. Там на парад выйдут более 60 единиц техники, которая стоит на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. И около 2000 военнослужащих. Напоминаю, вы смотрите центральное телевидение. Ну и мы возвращаемся к главной теме предстоящей недели – инаугурации президента. Осталось совсем немного времени до того момента, как Владимир Путин в четвертый раз официально станет президентом России. Можно было бы, конечно, сказать, с той самой нашей последней встречи столько всего изменилось. Темы, герои, злодеи, да что там, границы стали другими. Но главное ведь сейчас совершенно в другом. За эти шесть лет жизнь самого Путина, кажется, вряд ли стала отличаться от той, какой она была в 2012-м. По крайней мере, за это время в нее больше никто так и не смог заглянуть. В жизнь президента, когда он не дает очередное интервью иностранцам о том, что с нами надо считаться, не проводит большую пресс-конференцию, не ставит рекордов по времени разговора с народом на своей прямой линии, не обращается к нервозному миру в ежегодном послании. В общем, тогда, когда он остается за кадром фото и видеокамер. И, может, взглянув на него свежим взглядом, можно снова что-то понять. Хуис, мистер Путин. Так уж случилось, но чтоб не происходило вокруг, жизнь и устои на престижной Рублевке, как в неинтересном музее, где экспозиция не меняется годами. Все та же неудобная дорога в две полосы, все те же Лухари-Виллэдж, все те же заоблачные цены на дома и продукты. Секрет Рублевского постоянства, возможно, именно в этом соседстве. Те самые горки, то самое Новогорёва, тот самый правый поворот, где знак на дороге рекомендует ехать только прямо. Алло, а мы подъехали к первому КПБ. Что нам дальше делать? Официально это резиденция российского президента. Ну, если по сути, резиденция Владимира Путина. Ведь из Новогорёва он не съезжал даже тогда, когда уходил с президентского на премьерское кресло. Теперь-то точно можно сказать, президенту со стажем неинтересны внешние атрибуты. Все помещения внутри, как свободная зона от трендов и брендов. Ну вот хотя бы эта комната, где журналисты обычно часами ждут три минуты официальной съёмки. За время президентства, премьерства, президентства и вот нового срока Владимира Путина здесь явно изменилось немного. Бильярд, телевизор, печеньки в углу и приметы государственной власти. В этот день здесь было пусто. Все встречи без камер. Вернее, камера наша одна. За тем, что происходит в приёмной, даже через дверной проём можно наблюдать бесконечно. Ну, интересно ведь, как всё устроено. По всем приметам президент ещё не приехал. Ну вот, например, секретарь президента, это не милая девушка, а строгого вида мужчина, не сидит, держа руку на селекторной связи, а стоит и даже живо с кем-то общается. Вот охрана смеётся, ну а это пресс-секретарь. И если ещё шесть лет назад, наверное, нужно было пообъяснять, мол, это тот самый, который, то теперь достаточно просто сказать, Дмитрий Песков. Кстати, и сейчас иногда его хочется спросить о том же самом. Или мы чего-то не знаем, или президент часто видит мир вокруг как-то совсем по-другому. Это ты видишь мир совсем по-другому, потому что ты видишь со своей стороны. А он-то видит со всех сторон. То есть в любом случае у него, как правило, гораздо более полная картина информации. Конечно, в этот момент ещё не покидали сомнения. Эта вся атмосфера и ближний круг президента познавательно и любопытна. Но будет ли со мной разговаривать сам? И тут же пронеслось по коридорам. Приехал. Тогда казалось, это вход в иное измерение. Добрый вечер. Нас отделяли всего 14 шагов. За это время важно было привыкнуть к мысли, что человек за столом в огромном кабинете, тот самый Путин, которого можно о чём угодно спросить, которому можно сказать о том, что ему, как почему-то в то время казалось, неохотно доносят. Прости, Владимир Владимирович. Как? День прошёл. Можно сесть? Да, посмотрите. День прошёл хорошо. Что-то, значит, не прошло. Самый разгарик. И у вас, и у вас же тоже. Ну да. Вы знаете... Не спится. Не спится. В октябре 2012 года острых тем, которые любому из друзей по Фейсбуку хотелось бы обсудить с президентом, было навалом. Но голова разрывалась на части. Сразу брать быка за рога или попытаться понять, может, он совсем не такой, как его иногда представляют. Скажите, а почему вы на вечер оставляете такое количество встреч? Я не понимаю. Вы же можете распоряжаться своим днём, как хотите. Не оставляю. Они просто так устраиваются. С расстояния прошедших лет, конечно, кажется, что этот разговор был ни о чём формальный. Но, с другой стороны, нельзя ж было сразу лезть в душу. Ну, например, не надоело так жить, когда ты не можешь делать то, что тебе очень хочется? Статус ведь. Я в целом ни в чём себе не отказываю. Вот я люблю, допустим, животными заниматься. Я вот и езжу и туда, и сюда, и на Дальний Восток, и на Север, и на Юг. Мне достаёт удовольствие. Этот откровенный ответ тут же дал повод поверить. С ним можно и так. Не заискивать, не бояться, и уж точно не думать, что он может на что-то обидеться. Ну, например, Владимир Владимирович, вам не кажется, что ваш образ уж слишком повсюду? В букварях, на коврах. Это ведь настоящий культ личности? Культ личности совсем другой. Культ личности связан с нарушением прав человека, и с репрессивной политикой государства, а-ля 1937 год, когда ни за что людей хватали, и миллионами помещали в лагеря, где они погибали. Это определённая философия и практика политической жизни. У нас ничего подобного нет, и, я уверен, уже никогда не будет. А вот то, о чём вы говорите, конечно, что-то мне попадается на глаза, что-то нет, но в целом президент как должность, не как человек, а как должность, как функция, это в известной степени символ государства. Поэтому здесь тоже ничего особенного нет. Но главное, чтобы это было в границах разумно. В границе разумного мы вдаваться не стали. Тем более, как раз в этот самый момент донёсся голос из другого конца кабинета. Мол, в приёмной томятся министры. Там действительно в приёмную могут быть всё. Об здоровые мужики. Могут поколотить уже. Ну, действительно, поздно. Ну, хорошо. Нет, а вам, может быть, нет. Вы привыкли к ночному образу жизни? Ну, мы тогда... Ну, не прощаемся. Да. Спасибо. На часах было 11 вечера. Ночные приёмы за городом уже, кажется, никакая не прихоть. Рабочего времени на всё и всех не хватает. Виктор Петрович, спасибо. Кто там был из министров, теперь уже точно не важно. Интересны детали. Ну вот, например, в приёмной включён канал НТВ, сериал Карпов и коронная фраза «Я за душу тебя, слышишь?» А за стенкой, между прочим, сидит президент. «Я за душу тебя, слышишь?» И всё же наблюдать интересней не за приёмной, а за президентом и изучать то, что вокруг. Правда, вряд ли в этих деталях кроется характер хозяина. Салатовые стены, много лепнины, ковровая дорожка, капка с цветами и стол с красными папками. По тарелке на президентском столе с курагой, черносливом и финиками можно понять, что он себя держит в форме. Но что под столом? Выясняется термос. По запаху с чаем. Вот интересно, зачем, если за дверью целый штат помощников? Видно, привычка из далёкого прошлого. Привычка, которая наверняка выдаёт. Но он же не всегда президент. Он же бывает обычным. На часах давно за полночь. Сейчас президент закажет машину. И ещё минут на 15 задержится. Уж очень не давали покоя эти красные папки. Взглянуть бы глазком. А что там? А вдруг намёк на то, что ждёт нас в ближайшие годы? Сейчас наверняка найдём здесь. Как мы на плане? Вы бы сказали Сирии, да? Сирия, да. Секретно, и там всё есть, да? Сирия, Сирия. Ну, актуальное положение на данный момент. Вот знали бы мы тогда, что пройдёт с момента этой встречи всего пять лет, и эта самая Сирия станет не просто темой номер один. Именно Сирия на Западе будет звучать всегда с этим именем вместе. Путин, Россия. А может, он и это предвидел тогда? Совет Федерации сегодня одобрил использование российских войск за рубежом. Из Сирии пришли новые кадры с места удара российских ВВС. Россия начала военную операцию в Сирии. Россия в коалиции Сирии представляет угрозу. Дамаск. Владелец лавки Халет Хасани показывает свой товар. Чтобы, как в мирное время, всё это собрать на одном прилавке сирийской столицы, понадобились годы. Клубника, помидоры, лимоны из Латакии, картошка, провинция Дараа, лук, хама, зелень из-под Дамаска. Благодаря победам нашей армии и товара, и покупателей стало больше, и мы смогли снизить цены. Люди поняли, что жизнь продолжается. Ещё недавно из, например, Латакии и Алеппо приходили не фрукты и овощи, а лишь новости об очередных расправах и убийствах. Отмотаем время на 6 лет назад. Это Ново-Огарёво, октябрь 2012 года. В это самое время в крупнейшем городе Сирии, Алеппо, идут жестокие бои между правительственными войсками и боевиками. Уже на подходе ИГИЛ скоро они прорвутся из Ирака в Сирию, устроив стране настоящую резню. Но и без них боевики сирийской свободной армии устраивают теракты, открыто заявляют о готовности создавать химическое оружие, похищают людей, требуя выкуп, убивают политических противников, а война полыхает по всей стране. Это та самая мина. Мы решили, что она станет прекрасной вазой для цветов. Бои шли в 600 метрах от места, где сейчас отец Тахир Юсуф показывает нам один из снарядов, упавших на территорию церкви. Крест и полумесяц в Дамаске относительно мирно соседствовали на протяжении последних двух веков. Это грамота, гарантия мирного сосуществования мусульман и христиан, данная нам, султаном Османской империи. Отец Юсуф и паства во время битвы за Дамаск молились здесь. Обстрелы христианского квартала порой были целенаправленными. Вот место, куда попал снаряд, уже положили новую плитку, а в десяти шагах вечное напоминание о тех днях. Прямо на месте, где мы стоим, разорвалась мина. И вот на стене кровь человека, погибшего от этой мины. Новоогарева, 2012-й. Папка «Сирия» хоть и одна из многих, но вторая сверху. Получается, и шесть лет назад президент считал ее содержимое очень важным. Помогая народу Сирии сохранять свою государственность, отбивать атаки террористов, вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране. За время российской военной операции в Сирии эта папка пополнилась многими ценными страницами. Американские томогавки не все долетели до цели благодаря действиям сирийских ПВО. Несколько крылатых ракет попали в руки наших специалистов. И без сомнения, часть своих военных секретов США сами доставили Путину. Можно сказать, на блюдечке с голубой каемочкой. И наверняка уже скоро эти самые секреты займут свое место в новых красных папках на рабочем столе президента России. Порт номер один. Территория, которая охраняется не хуже, чем резиденция или кремлевский кабинет президента. Здесь все разделено на зоны. В хвосте стюардессы. Чуть ближе к носу федеральная служба охраны. Вот их сектор. Чуть покомфортней. На долгих перелетах они здесь дружно смотрят кино. А там, за дверью, уже начинается ВИП-отделение. Продуктовый набор здесь полагается всем пассажирам. Сыр с языком, морепродукты, пирожное. В общем, все как на обычном рейсе. Приборы из пластика. Но на этом борту это воспринимается не как признак экономического класса, а как мера безопасности. Ведь до президента всего 10 шагов. 10 шагов – это совсем не метафора. Президентский отсек – это большая часть самолета. Там частная зона, большой кабинет и комната переговоров. Глядя на эту картинку, так сразу и не поймешь, что все это происходит в самолете. Вот герб, вот флаг. Но разве что на земле такое вряд ли можно было представить. Путин общается с подчиненными в спортивном костюме. И снова полное ощущение. Да нет же, он самый обычный. Если б не знать в лицо, если б он не сидел во главе стола, и если б по его левую руку не стоял телефон, по которому в тот момент ему могли позвонить хоть Меркель, хоть Обама, то можно было бы подумать, что на президента в этом самолете больше похож человек в рубашке и галстуке. Я потом по-менее скажу, что если не подправили, то подправили. Это там за сей. Но нет же, это, конечно, Сергей Иванов. Владимир Путин уже тогда как будто всем своим видом показывал. Он за импортозамещение. Мало того, что самолет, проверенный годами ИЛ, в интерьере, который скорее не про вкус, а про статус, много корейской березы, да еще и костюм с крупной надписью «Раша». Как-как? Еще через какое-то время он все же наденет рубашку и согласится в своем кабинете поговорить о серьезном. В полете, но не на лету. Так. В тот самый момент, когда ему вот так вот по-свойски цепляли микрофон, а он продолжал с кем-то что-то обсуждать по спецтелефону, казалось, ну, почему бы как раз сейчас не спросить и про митинги оппозиции, и этот лозунг «Путин, уходи!» Вы знаете, дело в том, что достаточно много сил, которые не хотят укрепления России. кто-то есть в стране, кто или не понимает что-то, что-то не хочет понимать, думает, что можно было бы сделать по-другому и было бы лучше. То есть питательная среда для выражения другой точки зрения, отличной от той, которую осуществляет ваш покорный слуга, она всегда есть. Поэтому ничего здесь для меня удивительного и неожиданного нет. Я к этому привык, можно сказать. Это сейчас, спустя шесть лет, становится понятно. Но что в этих вопросах могло быть крамольного? Недовольные были, есть и останутся. Не отвергаю никого и не хочу принять достоинств ни одного из возможных лидеров оппозиции. Но каждый из них, кроме шума, крика, внешнего эффекта, он должен что-то сделать и этим самым показать и доказать, что он способен на что-то, на какой-то позитив. И только после этого, я думаю, человек может претендовать на то, чтобы быть лидером чего бы то ни было. Ну а там ведь много желающих возглавить. Но это дело самого этого социити, понимаете? Я надеюсь, что естественным образом шелуха будет осеяна, и появятся действительно яркие, интересные, содержательные люди, которые могут взять на себя ответственность и за какие-то отрасли, за какие-то сферы общественной жизни, а может быть и за всю страну. Но просто так с кондачка, просто потому, что человеку чего-то не нравится, и он что-то эффектно критикует, разве можно из этого сделать вывод о том, что он способен что-то возглавить? Поэтому я еще раз хочу сказать, я ко всем, ко всем, несмотря на на их хамовато иногда поведение, я смотрю на это спокойно, очень надеюсь, что в конце концов появятся вот такие вот серьезные люди. На дворе 18-й год. А что серьезные люди? Россия без Путина это их слоган. В Москве художник поджег врата ада. Пусть и рай воссоединились после досрочного освобождения. Тогда казалось, что именно эти люди будут формировать альтернативную повестку. Сами девушки в балаклавах свою акцию в храме назвали панк-молебном. За него и получили ту самую двушечку. Следом премию мира имени Джона Леннона не от кого-нибудь, а от Йокоона. Впрочем, даже это не сделало Пусси Райт новыми бетлами. Ибо золото испытывается в огне, а люди угодные Богу гонили и не тяжение. 2017-й. Кто эта красавица, которая с сигаретой наперевес читает Библию? Одна из крамольниц, рядом с ней, как только не требовавший ее посадить активист Дмитрий Энтео. И кто же это все снимает? Радио Свобода. Алехина, Энтео, Радио Свобода, Домашние уточки. Какая-то уже другая песнь. Прям льда и пламени. А у этих бунтарей игра против власти еще продолжается. Олег Воротников по кличке Вор и его жена Наталья Сокол, она же Коза, участники арт-группы Война. Помните? Вор и Коза отправились в эмиграцию, сменили несколько стран и вот теперь делятся впечатлениями. В Швейцарии, например, мне угрожали разделением с детьми и депортацией по отдельности в Россию. Воры Коза воруют еду в супермаркетах и стараются лишний раз не показывать врачам детей. Правда, скоро рожать четвертого можно было бы и в России, да только уголовное дело никак не закроют. В российское посольство я пойду, когда будет гарантия, что уголовное дело против меня в России будет закрыто, тогда я просто с радостью, с огромной радостью вернусь на свою родину. Уважаемый, встаем. Еще меньше повезло художнику Павленскому, при том, что в России ему позволяли жечь дольше всех. Даже за дверь ФСБ на Лубянке акционист отделался всего лишь штрафом. Ему бы оплатить, а он возьми, да и получи политическое убежище во Франции. Мы ассимилировали себя, мы идентифицируем французами, и поэтому жить мы стали как французы. То есть мы, поэтому мы так же не работаем, мы не платим, и мы, ну, допустим, дом, в котором мы сидим, сейчас мы этот дом захватили. Те, кто не идентифицирует себя с эмиграцией или с туристами, они живут захватами, живут кражами, живут перераспределением собственности. Петр, а что вы украли тут? Ну, еду мы берем в магазинах. Еще не поймали? Нет, тут охрана не очень внимательна. В Парижах же не подозревали, что Павленский будет зажигать и там. Тоже дверь на уже местного центробанка. Так разом и спалил всю терпимость. Теперь в тюрьме. Они пытались олицетворять стихийность, а трибунные ораторы уже строили планы. И кто бы мог подумать, что из всех героев тех митингов за пост российского президента поборется только она. Ксения Собчак, 1,68%. Ее итоговая формулировка выборы прошли достаточно честно. А ведь похоже, что ей понравилось. Утро красит нежным цветом. Нет, конечно, не массивные ворота в резиденции Нового Огарева. Этот цвет им совсем не подходит. А вот там мы должны остаться, видимо, и оттуда нас заберет машина какая-то. Они строгие, хмурые и неподступные в любое время суток. И ведь совсем не понять, что там за ними происходит. А там кипит жизнь. Ждем маршрутку. А какого цвета? Здесь у каждого здания свое короткое название, по которому и не сразу поймешь, а что это значит. Ну вот, например, ФОК, в годы которого сиротливо приютился тандем. Хотя последнюю строчку из современного рассказа можно было бы убрать. Уже не сработает шутка. Но кто сейчас вспомнит, что тандемом тогда называли премьера и президента? Это и есть тот самый ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс Нового Аргарева. Иди сюда. Продолжение через пару минут. Оставайтесь с нами. Я очень рекомендую. Раздеваться, пожалуйста. А ингредиенты хотя бы? Можете рассказать что-то? Могу. Сколько ехать нам? Это и есть тот самый ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс Нового Аргарева. Иди сюда. Это холл между первым служебным этажом и вторым этажом, где находится тренажерный зал. Здесь, кстати, бассейн. Есть президентский лифт, но, как уверяют, он им не пользуется. Не знаю, проверить пока мы не можем. И вот какая-то выставка достижений вроде бы Виталия Петровна. Хотя портрет Путина тоже здесь есть. Доброе утро. Воспомнице. Да? Почти. Входим. Утро бодрым не бывает. Для многих в России это до сих пор главный девиз. Но здесь, в Нового Аргарева, уже много лет всегда бодрое утро. Увидев все это, оппоненты наверняка снова скажут, ну вот, еще в 2012-м Кремль вовсю мышцами играл. СМЕХ Это легенда. Чушь собачья. Будто знал, пройдет еще какое-то время, и они, ох, как ему пригодятся. Смешно. Деньги раздевают. Деньги раздевают. Деньги раздевают. Деньги раздевают. Деньги раздевают. Знали бы все они, что большая качалка с десятком тренажеров это всего лишь зал для разминки. Ну, может позволить себе президент? Это же не занятие, просто разминка. Извини, что с вами? Я же просто разминаюсь перед плаванием. Вот я каждому снаряду скажу просто. Одно разочек и без фанатизма. Просто разминка. Разговоры о президентском здоровье редко, но все же всплывают. Тогда мусолили слухи о заболевшей спине, потом делились догадками. Неужели и мимо него иногда не проходит простуда? Владимир Путин наверняка и сейчас ответил бы так же. Врача у меня редко врачи. Слава Богу. Ну, бывает, конечно. Тогда на эту зарядку должны были бы обратить внимание телевизионные боссы. Известно ведь, все умение и силы они бросали на вечерний прайм-тайм. Но оказалось, президент телевизор смотрит по утрам в спортзале. А разные каналы или все-таки есть какой-то любимый? Нет, нет, Ну, наши в основном. Потому что так-то информация из тех источников, которые я вам вчера показывал, она гораздо более полная и гораздо более точная. Но СМИ бывают более оперативными. Ну, почему? Потому что пока люди ее получат, пока переправят в центр, пока там оформят, пока мне перешлют, время-то бежит. Хотя это достаточно быстро все происходит, но тем не менее. А ваши корреспонденты прямо блинчики пекут прямо у плиты, прямо и выстреливают. Часто даже в онлайн. Поэтому вот в этом есть ценность СМИ. Но, к сожалению, много недостатков прежде всего связаны с объективностью. И снова Владимир Путин будто предсказал, чем дальше, тем больше ему придется надеяться не на СМИ, а на те самые красные папки. Ведь пройдет какое-то время, и мир окончательно сойдет с ума. Особенно западный мир с его телевизионной кривдой про допинги, про правдорубы Родчингово, про жертв режима Скрипалей и химатаками в Сирийской Думе. Ну что, пойдем? Давай. Спускайся туда. Лис. Ладно. Да. Ребята, спуститесь, а я... Да. А это все персонально измельцов. Спуститься на один этаж это значит попасть туда, куда и вправду не ступала нога журналиста. Ну, во-первых, тут президент неловко отвлекаться. Во-вторых, он реально старается выполнить норму. А в-третьих, вообще-то, он почти без одежды. Заплыв, как объясняют в окружении Путина, это уже не разминка. Пока не устанет, не вылезет. Тогда хотелось пошутить. А может, президент готовится посоревноваться со стаей дельфинов? Проплыв тысячи метров. Тысячу метров? Да. Да. Ну, это оптимальная дистанция, хорошая. Спортсмены плавают километры по пять, по шесть, по десять. А вы каждый день плаваете? Каждый день. А если в поездке? Ну, не плавают. А. Здесь же плавают. Может же быть, президентский рай, как там ездят, бассейн. Да нет, но где-то бывают, но все равно, там же, как правильно, все связано с сменой часовых поездок, так что достаточно сложно это делать. Работать надо. Я очень рекомендую вам раздеваться, как ловить. Вот оно предложение, от которого, кажется, отказался бы только дурак. Путин предлагает поплавать. А вдруг можно было бы и поединок устроить, а вдруг удалось бы и выиграть. Точно было бы что рассказать. Но нет, смолодушничал, ссылаясь на отсутствие плавок. Отходящая одежда. Ну, ладно. Я вам дам. В общем, теперь бессмысленно гадать, что было бы, если б действительно Владимир Путин одолжил спецодежду, а строгие взгляды охраны так сильно не испугали бы. Мол, здесь интерактив неуместен. За секретами президентского фитнеса наблюдать лучше со стороны. Вот, кстати, еще один. Помимо бассейна и бассейна, я не могу сказать, принимает контрастные ламмы. Очень холодно, очень хорошее. Понимает ламмы. Вот эти ламмы никто никогда не видел. Мы что-то. А мы увидим на пределах и ванны. Нет. Надеюсь. Нет. После бассейна президент обычно приходит сюда, чтобы нырнуть из кипятка в студеные воды, а проще говоря, принять контрастные ванны. Хотя сейчас кажется, что контраста Путину хватает и без того. вон градуски. на президентскую кухню оказалось кстати. мероприятия. уже через 40 минут. Нужно успеть и поесть, и доехать. Хотя, какая может быть спешка? Президент ведь не может опаздывать, он может задержаться. Я хотел вас спросить, сейчас время где-то 21-го. Я видел вас в спортзале, в бассейне. Ну, что было между завтраком, я не знаю, но, видимо, что-то было. То есть, получается, что вы работаете начинаете в час. Или это не так? Я начинаю работать, когда встаю. Встаю, после как-то помоюсь, просматриваю оперативные документы, подписываю срочные документы, потом разговариваю с руководством администрации, только потом иду в зал. Казалось, обычный разговор за завтраком. А это какая-то особая каша? Обыкновенная каша. Конечно. Мне в Нового Горева кажется, что все особенное должно быть. Я не могу привыкнуть. Ничего особенного нет. Нет, если бы в 2012-м была бы актуальна тема санкций, можно было бы, конечно, порассуждать и об этом. Мол, отечественная каша, творожок местной фермы, стакан сырых перепелиных яиц, это все хорошо. Но мы ведь пока не готовы заменить большинство иностранных продуктов. А это с каких-то кремлевских? Да, кремлевских. Нет. Мне патриарх иногда посылает, у них там хозяйство есть. Ну и покупают. Магазин, просто. Виктор, покупают. Потом есть свое хозяйство, по-моему, про грандию. Ну да, я... Ну, я сейчас, правда, не знаю, что они производят. Ничего особенного. И ничего такого, чего нет в других местах. Но тогда за столом говорить бесконечно про еду и про то, что мы умеем делать в России, казалось скучным. Давайте-ка лучше про честные выборы и про лидеров, которые цепляются за власть. А вы, кстати, слышали последние новости? Они на всех сайтах звучат примерно так. Впервые в истории народ выразил недоверие действующей власти и проголосовал за оппозицию. Это я прогрузил. И вот мне интересно, неужели, вот как вы думаете, неужели такое возможно? Неужели Саакашвили не будет за свою власть цепляться всеми возможными способами? Будет. Я думаю, что он попытается отыграть проигрыш по спискам, на бандертных округах. И вот в этот самый момент Владимир Путин уж точно вряд ли поверил, если бы ему рассказали, что будет дальше. Саакашвили через несколько лет станет тесно связан не с Грузией, а с Украиной, с которой у нас начнется разлад из-за нее со всем миром, но при этом Крым наш. Россия ведет войну в Восточной Украине. Россия оккупировала Украину, А ведь тогда, по время этого разговора, отношения с Незалежной после первого Майдана вроде как начали налаживаться. Это с Грузией были на пределе. И кто бы знал, что спрашивать нужно про возможность революции на экспорт. Ведь запрос на цветную революцию в Киеве все последние шесть лет только возрастал. А ее украинское лицо станет с грузинскими чертами. Саакашвили, бывший грузинский лидер, станет гражданином Украины и получит паспорт из рук бывшего однокурсника, президента Порошенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Что случилось потом, мы все хорошо помним. Саакашвили из соратника власти превратился чуть ли не в главного лидера оппозиции. С небес на землю Мишико будет спускать десяток здоровых мужиков. И как же эта манера исполнения была в духе его грузинского прошлого. Хорошо, хоть галстук не ел. И вот уже. Михаил Николозович, чья неприкосновенность гарантировалась заступничеством влиятельных западных политиков, катается на велосипеде, прогуливается вдоль каналов Амстердама и с улыбкой побитой собаки показывает новую европейскую корочку. Сегодня незалежной нужны совсем другие герои. Вот они. Бритые затылки, униформа, дробный стук сотен кованых сапог по брусчатке Крещатика. Путь от оранжевых настроений до обыкновенного фашизма Украина прошла как-то уж очень лихо. И становится, честно говоря, жутко. Только от мысли, что вот эти детские кричалки очень живо напоминают кадры и с другой эпохи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тема разных революций на президентской кухне закончилась так же внезапно, как началась. Владимир Путин встал и пошел к холодильнику. Поначалу даже как-то не верил, что и такой предмет в его быту есть. Но нет же, вот он, пожалуйста. Сначала можно было подумать, что за этой дверью, по меньшей мере, тюбики со сверхсекретной едой. А оказался стандартный набор обычной квартиры. Молоко, кефир, коробка сока и кетчуп. Импортный, кстати. Но пошел он сюда за другим. Коктейль Путина. То есть можно рассказать, что это коктейль Путина, да? Да, вполне. Только я вам не рекомендую. Не лейте, не лейте, не лейте чашку. А ингредиенты хотя бы? Вы можете рассказать, что там? Могу. Значит, ну я основу придумал, а потом мы здесь как-то усовершенствовали. Вы можете угадать что-то? Там есть хрен. Точно. В ходе тебе нельзя. Что это? Вот такой энергетик? Или что это? Или я не знаю. Ну и что еще там? Наркотик. Ну ладно, еще наркотик. Я в руках ничего никогда не держал. А что вы думаете, там еще есть? Еще есть свекла. Точно. Сказать по правде, президентский коктейль по вкусу совсем не водка с мартини. Зато, наверное, полезный. А вот и рецепт. При этом президент совсем не скрывает. Он не готовился, поэтому ингредиенты с трудом вспоминает. Здесь шесть компонентов. Значит, свекла, яблоко, свекла, яблоко, хрен, чеснок, сельдерей. Как же чеснок, а? Немножко. А, то есть не страшно. Ну а потом, да. Очень шесть компонентов. Морковь. Таким естественным я его не видел никогда. Не до, вряд ли увижу и после. Мой дурацкий вопрос и этот смех в ответ, как будто уже ставшего вполне себе не чужим, обычного человека. И вот я, кстати, вы предупреждали, но я выдал всю чашку. И что должно произойти? Через часик посмотрите. Но если ничего не произойдет, значит, у вас все в порядке. Но вкусно? Нормально? Да, очень вкусно. Тогда почему-то казалось, что в ближайшие годы мы еще встретимся. Но он же теперь меня знает, поэтому еще о многом успею спросить. Про личную жизнь, например. Но получилось, что другого шанса в ближайшие годы не будет. Поэтому на пленке осталось только это. А кто вам галстук помогает выбирать? Саня? Как? А как? Ну, от настроения зависит? Ну, вот сейчас пойду, выберу это дело. Обыкновенно, как и вы. Ну, галстук, хоть. На этом беседа на кухне закончилась. У входа уже ждал лимузин, которому за пределами резиденции нереально приблизиться. И он верный признак. Сейчас по рации объявят готовность номер один, а по маршруту перекроют дороги. Президент выезжает по президентским делам. Продолжение сразу после рекламы. Чесноком дышу на президента. А президент не чувствует, потому что... Мне, прежде всего, важно, чтобы я сам понимал, что я отработал по-честному и с максимальным результатом. А ну, записать нормально все? Оказаться с ним в лимузине внутри – это значит нарушить все меры безопасности. Так близко оказаться с тем, кого охраняют спецслужбы, да еще и в закрытом пространстве. Тут же стало понятно – тот полезный коктейль был не кстати. Чесноком дышу на президента. А вы президент не чувствуете, потому что у нас там нажал с чеснока. Я, кстати, про машину хотел спросить. А вы как-то участвуете в выборе, вот, я не знаю, дизайна, удобства какие-то? Ну, мы сделали российскую машину. А на базе какой машины? Ну, не «Ладо» кольцо? А, «Ладо» – проверенный марк. Тогда, наверное, нужно было поточнить, а сколько времени пройдет, чтобы президент пересел с немецкого авто на российский. Но проехали тему. По привычке готовился к тому, что дорога отсюда до центра Москвы будет долгой и пройдет в разговорах. Но президент вернул в другую реальность. Ехать недолго, и нужно еще подготовиться. У него даже вырвалось это. А можно? А можно я быстренько прочитаю, что я должен делать на этой форме? Да. Сколько нам ехать? 14 часов. Ну, сколько ехать нам? Ехать 25 минут. Хорошо. Все, я один почитаю, а потом мы с вами поговорим. Почти семь минут мы ехали молча. Впервые я мог изучить все детали внутри и впервые увидеть такую Москву, совершенно другую. Почти все. Это речь, которую только что повторял президент, и которую через 15 минут он должен произнести на международном форуме об инвестициях, которые нужно вкладывать в Россию. И ведь тогда, находясь рядом с ним в лимузине, казалось, что сейчас уместнее и важнее вопроса о Ходорковском, который по-прежнему в тюрьме, просто и быть не может. Вы можете сказать откровенно, вот не кажется ли вам, что говоря об инвестиционной привлекательности России, о климате вообще, инвестиционном России, не было бы большой пользы, если бы Михаил Ходорковский вышел из тюрьмы? Нет. Я не думаю, что мы должны делать что-то в интересах, там, по-прежнему, есть климата или чего-то там, другое даже очень важное. Ущерб, ущерб правопорядку, действию, задержанности закона и так далее. И если в соответствии с процедурами юридическими, это возможно, ради бога, никто из них разрешил, если бы не будет, но есть определенный порядок действия в этом случае. Закон предусмотрен. Вот вы сейчас говорите, в интересах инвестиционного климата он бы ушел из тюрьмок, как это сделал, не нарушая действующие сгадачи. Помилует. А для этого нужно, чтобы он обратился с помилой. А если он обратится, вы ее рассматриваете? Что же я заранее вам буду говорить? Ну, это один из способов решения проблемы. Но потом, вы знаете, мы все время возвращаемся, когда мы возвращаемся в Штаты за аналогичные преступления, дают там и по 200 лет, и по 100 лет. И ничего, тишина. Теперь-то мы знаем, все так и случилось. Ходорковский отправил прошение, был помилован, уехал жить за границу. Но дело оказалось не в нем. Скоро появится другая причина. Война санкций. Сегодня Америка сильна, а Россия находится в изоляции, а ее экономика разрушена. Президент Обама настолько войдет в вкус вводить санкции и нагибать Европу на акты экономического мазохизма, что на своей прощальной пресс-конференции лучше всего отчитается не за руководство собственной страной, а за противостояние с Россией. Лично Путина он упомянет 15 раз, а Россию того 38. И ведь многие сейчас вспоминают путинскую речь на 70-летие ООН, что те крымские санкции для России только цветочки под те ягодки, которыми американцы пытаются накормить сегодня весь мир. Они не только преследуют политические цепи, но и служат способом устранения конкурентов на рынке. А что такое нынешние пошлины Трампа или действия Китая? Для чего Макрон с Меркель челночит Вашингтон с прошениями прекратить американский беспредел протекционизма? А всего-то надо отмотать пленку назад и вслушаться в 2015 год. Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, что правила игры переписаны, и переписаны опять в угоду узкого круга избранных. Если пристать от этого, то выходят с санкциями, будут давить не только нас, но всех, кого посчитают неугодным мятежником для американской экономики. И тут очень показательный взгляд на ситуацию сына советского генсека Никиты Хрущева, что уже несколько десятилетий живет в логове нашего любимого партнера. Какого финала там хотят добиться? Президент России ляжет на спину, подымет руки и ноги, как поступают собаки и волки, и подставит свой незащищенный живот. Это когда-нибудь произойдет? Никогда. Москва, Кремль. Самый известный адрес российской власти. То самое место, куда теперь часто направляет тот же госдеп в ответ на вопрос, кто враг и кто виноват во всех бедах. Впрочем, как мы уже убедились, президент не всегда здесь проводит весь день. Но это был тот самый случай, когда все же откроются двери президентского лифта, и он пройдет по своему персональному коридору. Привет. Добрый день. Вы меня приседаете? Да. Вы хотите с нами всю неделю так работать? Ну, собственно, да. Здесь главная приемная страны. Только вот зеркальная табличка кажется то ли излишеством, то ли данью формальности. Все ведь знают и так, кто здесь хозяин. Жизнь президентской приемной в Кремле идет на удивление размеренно. Словно часы на стене. Телефон звонит редко, а спокойствие иногда нарушает разве только поручение с запиской. Но здесь ведь не только его рабочий кабинет. Именно за Кремлевской стеной проходит все то, что потом в хронике называют торжественно официальным. Встречи, награждения, банкеты. Президент российской генерации Владимир Владимирович Путин. У Екатерины Александровны день рождения сегодня, поэтому я позволил от нашего общего имени поздравить ее и пожелать ей всего самого хорошего. И вот в этом укладе уж точно ничего не меняется. Протокол железобетонный. Но до сих пор интересно, ведь какое он? Не в кадре, а там, где нет посторонних. Еще одна съемка на съемках президента. И снова кухня, которую мало кто видел. Уважаемые друзья, поздравляю вас с открытием первого национального съезда врачей. И вроде бы ничего необычного. Да, президент, когда не успевает куда-то приехать, может записать обращение. Да, чтобы сделать это без запинки, ему помогает телесуфлер. Но тут интересна другая деталь. Вот он произносит последнюю строчку и уже как будто прощается. И всего самого-самого доброго. Но тут пресс-секретарь президента по лицам съемочной группы вдруг понимает. Нужен дубль. Контрольный. Оно записано нормально все? Владимир Путин незаметно вздыхает, присаживается на стул для гостей и терпеливо ждет не своего решения. Уходить или писать еще? И кажется, в повисшей тишине проходят не 15 секунд, а долгие минуты. Ну хватит чего вы придираетесь. Ну, чтобы все-таки все было... Как его зовут этот бандит? Олексей. Леха, Леха, ты чего мне кровь пить? Это замдобродей. Ну вот, тогда я все. СМЕХ Несмотря на поздний час и усталость, он переводит все безобидную шутку и выполняет просьбу тех, с кем мог бы, наверное, и не вступать в переговоры. Уважаемые друзья, поздравляю вас с открытием первого национального съезда врачей России. И ведь теперь все это можно расценить и так. Нервы у Путина, похоже, стальные, терпение железное. И договориться с ним при желании можно. До свидания. И снова борт номер один, высоко над землей. Разговор про внешних врагов тогда выглядел скорее как упрек. Мол, ну зачем их выдумывать? Зачем это нужно представителям власти? Сейчас идет предвыборная кампания в США. Мы их называем врагом номер один? Да или нет? Нет. А они нас называют? Да? Да. Да. Ну вот, пожалуйста. Значит, все-таки есть в мире силы, и достаточно серьезные, мощные, которые нас считают врагом номер один. И если они так думают и так считают, то они ведь и работают соответствующим образом. Я вам могу сказать, почему. Ну, во-первых, идет конкурентная борьба. За лидерство в сфере экономики, за ресурсы. Она, собственно говоря, перманентна, эта конкурентная борьба. Но есть еще одно обстоятельство, связанное, но есть такие прямолинейные, прагматичные вещи, связанные с тем, что мы с Соединенными Штатами являемся с крупнейшими ядерными державами. Вот такого качества и количества ядерного оружия, как у нас, и в США, ни у кого больше нет. Только у нас есть триада. Ядерное оружие на земле, в океане и в воздухе. Еще он скажет про отголоски холодной войны, которые лучше бы заглушить, иначе в мире начнется неладное. Шесть лет назад это, наверное, казалось страшилкой или, как кто-то говорил, отводом глаз от внутренних проблем. И что же мы видим? Вернемся в настоящее время. Речь Путина произвела эффект разорвавшейся бомбы. Российский президент в своем послании описал новое стратегическое ядерное оружие. Европейские и американские системы защиты бесполезны. Тогда за гулом двигателей борта номер один на его слова о возрождении военной мощи России казалось, мало кто обратил внимание. И вот спустя шесть лет, 1 марта 2018 года, ровно в 12 часов буквально как крылатой ракетой будут поражены все те, кто его услышит. В настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Стармат». Видео покажите, пожалуйста. Когда президент Путин закончит свою речь послание Федеральному собранию в московском манеже, канцлер Германии Ангела Меркель вся на нервах позвонит Трампу. Лидеры США и Германии обеспокоены словами Путина о разработках в области оружейных систем. Кажется, не те, кто пугал мир новым Армагеддоном, не те, кто призывал запасаться солью и искать подходящее место для спасения, скорее всего, так и не поняли, что же произошло на самом деле. Для того, чтобы в этом разобраться, нужно вернуться почти на 30 лет назад. В декабре 89-го протесты захлестнут всю Восточную Германию, в том числе и Дрезден, где в это время служил подполковник КГБ Владимир Путин. Вот какой случай описывает бывший московский спецкор «Нью-Йорк Таймс» Стивен Ли Майерс в своей книге воспоминаний о российском президенте. Той ночью Путин, обриваемый самыми мрачными мыслями, совершил самый решительный и самый рискованный поступок за все время своей службы в КГБ. Когда толпа разогрета алкоголем и успехом, они только что разгромили здание штази, окружит особняк, где располагалась резидентура КГБ, и попробует взять его штурмом, к толпе выйдет всего один человек. Этот дом хорошо охраняется, сказал он на безупречном немецком. Мои люди вооружены, и у них есть приказ открыть огонь, если кто-то войдет на территорию. Один из сослуживцев президента вспоминал, что при этом Путин на глазах толпы передернул затвор автомата, обозначив тем самым ту самую красную линию, которую нельзя переходить. Много лет спустя такую же красную линию пришлось нарисовать и для тех, кого официально принято именовать нашими западными партнерами. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. Уважаемые друзья, у России такое оружие есть. Вам важно, что скажут о вас после вашего президентства? Мне прежде всего важно, чтобы я сам понимал, что я отработал по-честному и с максимальным результатом. Но, конечно, не безразлично, что будут думать об этом люди, сегодняшние наши соотечественники, представители будущих поколений. Но я знаю наверняка, во всяком случае, точно, что я уже об этом говорил, и хочу еще раз повторить, что я буду работать с полной отдачей и с осознанием ответственности перед собой и честным. Во время тех съемок 2012 года финальный кадр был сделан здесь же, на президентском самолете. Недопустимый для официальных съемок ракурс со спины Владимир Путин спускается по трапу. Но представлял ли он в эти минуты, какими будут ближайшие 6 лет? И думал ли он о том, что после снова станет президентом? Редактор субтитров А.Семкин